здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут артем я трейдер мы сегодня будем рассматривать объемные уровни пожалуйста посмотрите предыдущий ролик на данную тему ссылку видите в подсказках либо в комментариях иначе ничего не поймете еще лучше посмотрите также и механику рынка будет сложно приготовьтесь а помимо того что трейдер может использовать например ценовые уровни которые он выделяет например по цене ну например вот здесь есть ценовой уровень то есть у нас здесь отпрыгнула цена трейдер также может использовать объемные уровни эти уровни сформированы непосредственно объемом извиняюсь за тавтологию то есть грубо говоря я вам вкратце напомню о чем мы говорили в прошлом ролике если у нас есть несколько людей и эти несколько людей совершили например какую-то сделку например есть петя который продал и вася который купил вот они договорились у нас прошла одна единица объема очень грубо говоря и сделали это они по какой-то конкретной цене например по цене 10 у нас здесь прошел какой-то объем следовательно мы предполагаем что для данных инвесторов данная цена она более-менее приемлема и интересна для того чтобы совершить сделку мы предполагаем что если они в прошлом делали это на какой-то ценовой области на каком-то ценовом уровне то следовательно они в будущем будут делать примерно то же самое здесь трейдеры также говорят примерно следующее что помимо этого у нас в рынке существует крупный игрок который совершает свои сделки и следовательно если крупный игрок совершил сделку по какой-то конкретно цене он будет отстаивать свои интересы и здесь а еще есть еще отметление помимо этого то есть одни трейдеры говорят что он будет защищать свою позицию другие трейдеры будут говорить что данный крупный игрок просто будет до загружать свою позицию пользуясь тем что рынок дошел до его уровня иными словами можно это сделать примерно следующим образом схематично есть у нас вот объемный уровень и здесь предполагаем что допустим крупный игрок загрузил свою позицию у нас она ушла от его позиции и опять подходит его позиции так вот данная цвета поскольку для данного крупного игрока считается дешевой он будет здесь докупать следовательно выставить свои лимитные ордера здесь лимитную плотность и как следствие на этой лимитной плотности рынок а дальше отпрыгнет и пойдет наверх в общем и в целом как бы то ни было не важно что это загрузка крупного игрока либо защита его каких-то интересов важно то что рынок на это будет каким-то образом реагировать ведь для нас конечном итоге важно увидеть какую-то инициативу и так а где как правильно строить и накладывать маркет-профиль я рассказывал в прошлом ролике в этом ролике я вам вкратце напомню что у маркет-профиля есть у нас непосредственно три области это вал вах и ну и соответственно самый крупный объем заморачиваться с определениями давайте мы с вами не будем у нас есть верхняя граница зоны стоимости нижняя граница ну и соответственно самый крупный объем помимо этого в объемном профиле у нас есть некоторые вспышки объема чтобы это продемонстрировать давайте наложим немножко на другой участок рынка так например в данном конкретно контексте мы можем увидеть несколько некоторых вспышек объема давайте я сделаю небольшой скриншот чтобы это все выделить но вполне вероятно что мы будем иметь вот этот уровень вот этот уровень ну и соответственно вот этот уровень помимо всего прочего мы можем выделить вот эту область здесь явно присутствовал какой-то интересный Видите, у нас образовалась некоторая вспышка объемов непосредственно на данной области. Хотя нам индикатор об этом не сигнализирует. Также мы можем увидеть вспышку объема вот здесь. Но, конечно же, она будет меньше, чем вот эта вспышка объема. Если мы проделаем немножко дальше, то здесь мы тоже увидим небольшие плотности с объемами. Некоторые из них совпадают с вал и ваг, и также с крупным объемом. Но, помимо всего прочего, у нас есть вот здесь небольшая вспышка объема. Ну и здесь вспышка объема. Вот здесь вот она есть. Следовательно, мы уже будем предполагать и иметь в виду, что данные вспышки объема интересны для каких-то участников торгов. Доводить дело до шизофрении не стоит. Важно уловить сейчас определенный какой-то принцип. Что вот мы стараемся найти места, где эти вспышки были наиболее очевидны. Итого у нас уже появляется 4 определенных уровня. Соответственно, верхняя граница зону стоимости, нижняя, самый крупный объем, ну и какая-нибудь вспышка объема. Понятное дело, что если рынок предоставит вам возможность, например, брать несколько вспышек объема, можно это использовать, но больше 4 я вам не рекомендую. Здесь немножечко я уточню и сделаю небольшое такое, знаете, напоминалку вам, если вы начинающий трейдер, а вы скорее всего начинающий трейдер, большая вероятность в последующем будет делать примерно следующим образом. У вас будет верхняя граница зоны стоимости, нижняя граница зоны стоимости, какой-то объем, здесь у вас будет вспышка, здесь у вас будет вспышка, здесь... То есть, в конечном итоге ваш график будет превращаться в некую, знаете, линейную бумагу, где будет куча уровней, И вы не будете понимать, от каких конкретно уровней и от каких конкретно цен брать непосредственно движение. Здесь одна только рекомендация. Выбирайте самые какие-то крупные вспышки объемов. Ведь они в конечном итоге показывают интерес инвесторов и трейдеров к тем или иным ценовым областям. То есть, как вы понимаете, сейчас мы подходим именно к тому пониманию, что все вот эти верхние границы зоны стоимости, нижние, объемные вспышки и так далее, все они свидетельствуют о интересе участников торгов к каким-то конкретно ценам. И все эти моменты, они являются теми самыми пресловутыми объемными уровнями, которые вы можете использовать и которые вы можете в последующем торговать. Они торгуются точно так же, как непосредственно какие-нибудь... Вот смотрите, здесь вообще просто шикарнейший момент. Вот у нас есть вспышка объема, и рынок практически тютелька в тютельку, да, тик в тик, ударяется об нее и отпрыгивает. Это работает, это действительно работает. Более того, здесь есть логика в этом построении. Поскольку если вы делаете просто по цене, вполне вероятно, что этот уровень никто не увидит. И в последующем мы можем использовать эти уровни, но только в контексте. То есть мы не делаем это, знаете, на пустом графике и в касании. В касании торгуют только идиоты. Если вы будете торговать в касании, вы обязательно сольетесь. Помяните мое слово. Мы ждем, пока цена, допустим, дойдет... Во-первых, мы делаем анализ. Делается этот анализ не просто так. У меня есть отдельное видео на канале, как этот анализ, собственно говоря, вам нужно сделать. Сделали анализ, проанализировали рынок и поняли, что у нас, допустим, в приоритете сейчас находятся покупки. Ждете какого-то отката к объемному уровню. И если у нас в приоритете покупки, следовательно, мы ожидаем вот такой реакции. Либо будем ожидать вот такой реакции. То есть, будем ожидать какие-то реакции на покупку. Когда цена у нас будет подходить к объемному уровню, ну, в данном случае объемный уровень у меня здесь образован определенной плотностью, мы должны на вот этих объемах вертикальные, которые у вас должны быть, желательно, конечно, чтобы они были живые. Но если нет у вас живых, хотя если у вас есть такие объемы, то у вас и живые будут. Можно, конечно, использовать тиковые. Мы должны увидеть вот здесь небольшие вспышки по объемам. Причем эта вспышка, она может быть не точно тик-в-тик. Она может быть на подходе. Важно то, что в этой области, когда мы будем подходить к этому объемному уровню, мы увидели небольшой всплеск объемов. Прошу прощения, я тут запутался с этими скринами. Еще у меня Windows почему-то активация слетела, чертова мать. То у нас, собственно говоря, здесь и подходило. Если вы обратите внимание, вот у нас есть непосредственно разворот, и вот у нас есть вспышка объема. Так вот, обратите внимание, здесь мы имели эту вспышку объема еще даже, когда мы, собственно говоря, стали подходить к этому уровню. И это примечательно, и это очень важно. Здесь вы не будете встречать никогда тик-в-тик. Вам важно увидеть непосредственно повышение объема на подходе к данному уровню. И по данным уровням мы подразумеваем некий диапазон цен. Более того, если вы обратите внимание, допустим, на вот этот маркет-профиль, здесь нет четкого какого-то уровня. Здесь есть какая-то плотность, да, и есть какой-то диапазон цен. И я призываю вас выставлять тоже некий диапазон цен. И это же касается, касаемо верхней границы зоны стоимости и нижней границы зоны стоимости. Если вы не можете по каким-то причинам выставить, допустим, какую-то область, используйте тогда среднее арифметическое. Ну вот у вас в среднем свечи двигаются, ну в районе там 20-30 пунктов. И диапазон цен у вас тоже в районе 20, вот как видите 20 пунктов у меня здесь и стоит, 20-30 пунктов. Пусть это будет так, хотя бы на глаз. И разумеется, это вы уже можете торговать в своей торговле. Когда у вас цена будет подходить и вы увидите вспышку объема, здесь нужно увидеть определенное торможение. Что оно себя будет представлять. Здесь подойдет принцип усилия-результаты, он работает достаточно хорошо. Если вот убирать всю терминологию из этой всей истории и просто вот сводить к некой патернализации, вам просто нужно увидеть, как рынок сжался. Вот представьте себе пружину. Вот у нас есть разжатая пружина, да. Представьте, что я просто кто-то сжал. Что вы будете видеть. Вы будете видеть свечи пониженной волатильности. То есть свечи будут уменьшаться, 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 вплоть доходить до определенных штрихов. Желательно, конечно, чтобы здесь появлялись вот такие хвосты. Вот такие хвосты это очень-очень хорошо. И самое главное, повышенный объем. Если видите вот эти два параметра. Сжатие, хвосты, объем. Это сигнал для вас, для того, чтобы купить в данном конкретно контексте от этого уровня. Но будьте осторожны, вам нужно дождаться подтверждения. То есть после вот такого сигнала, с подобным объемом, увеличенным, вам нужно подождать, пока рынок пойдет наверх. И только здесь принимать торговое решение. Иначе, если вы будете делать это в касании, без подтверждения, вы на этом деньги потеряете. Будьте в этом более чем уверены. Данный метод, про который я вам сейчас рассказываю, шикарно работает в районе 5 минут до примерно 4 часов. Вот выше 4 часов работает уже хреново. Ниже 5 минутки слишком много ложных сигналов. Поэтому будьте очень-очень в этом плане предельно осторожны. Попробуйте, проэкспериментируйте. Посмотрите, как у вас конкретно на вашем активе это будет работать. Я вас уверяю, это будет работать, если вы будете видеть вспышку объема. Просто посмотрите, это будет работать. Не надо мне верить, просто вот проверьте то, что я говорю. Возьмите свой график, проверьте, посмотрите, это действительно будет работать. Но еще раз говорю, ждите подтверждения, в касании не работаем. То же самое характерно. Вот просто идем с вами по графику. И обратите внимание, как только мы подходим к этой области, здесь объемы суммарно снижены, потому что это вечерняя сессия. Здесь у нас тоже есть определенное увеличение объема, если вы, конечно, присмотритесь к этому моменту. Идем дальше. Опять подходим к этой области и опять увеличение объема. Так это примерно работает. На следующий день поменяли, собственно говоря, данный маркет профиль. И обратите внимание, через день мы подходим к этой области. И опять то же самое. То же самое. Но вполне вероятно, здесь бы вы получили стоп-приказ. Не без стопов. Никуда, к сожалению, от этого не деться. Здесь, если вы обратите внимание, у нас тоже есть объемная плотность. И мы можем тоже эту объемную плотность использовать в своей торговле. Здесь вот так вот можно будет выделить. Как-нибудь вот так. Каждый раз, когда мы подходим к этой плотности, видите, у нас есть увеличение объема. Связано это только с тем, что люди выставляют свои лимитные заявки. Об которые, собственно говоря, и тормозится у нас в данном конкретно случае все предложение. Ну и разумеется, все предложение поглощается и дальше идет рынок на этих объемах. А следующий момент. Если вы будете это использовать, вполне вероятно, что вы будете выставлять и ценовые уровни, и объемные. Как правило, они будут все совпадать. Ну так, например, вот если вы обратите внимание, тут у меня стоит объемный уровень. Ну вот он совпадает с ценовым уровнем. Но иногда бывает такое, что не совпадает. Например, вот здесь у нас есть ценовой уровень, но он тоже по большому счету совпадает. Допустим, ладно, давайте придремся и будем говорить, что должно работать тик-тик. Вот конкретно в этом случае. Хотя, смотрите, здесь крупный объем сработал, ценовой уровень не совсем сработал. Используйте что-то одно. Либо ценовые уровни, либо объемные. Иначе, вполне вероятно, у вас опять-таки вы столкнетесь с тем, что у вас график будет напоминать просто линейную бумагу. Этих уровней будет огромное количество. Не повторяйте моих ошибок. Я на этом собаку съел как минимум гуся, понимаете? У меня постоянно были с этим проблемы. Поэтому используйте либо объемные уровни, либо ценовые. Конечно, безусловно, если этот ценовой уровень идет с дневок, с неделек, безусловно, ценовой уровень будет работать очень неплохо. Тогда и может иметь смысл его ставить. Но по большей части в приоритете у вас должны быть объемные уровни. Объемные уровни у нас бывают следующего плана. Обратите внимание, как они неплохо работают. Опять-таки, подходим к этой плотности, у нас опять увеличение объема. Такая штука прослеживается постоянно. На самом деле, понять эту всю историю очень сложно, но торговать по ней очень-очень легко. Жалко, что я уже внутри дня не сижу, поскольку самые прибыльные сделки, они, как правило, на таких объемных уровнях. Опять-таки, идем снизу и опять увеличение объема. Это работает практически постоянно. Просто сделайте это и посмотрите, как это неплохо работает. Итак, немного удалились, давайте немного подытожим. Объемные уровни. Это у нас верхняя граница зоны стоимости, нижняя граница зоны стоимости и самый крупный объем, а также плотности таких объемов. Мы не торгуем в касании. Мы торгуем только, если рынок у нас сжался, образовался вертикальный вот такой объем на подходе к этому уровню. И мы ждем подтверждения. Тогда принимаем решение на продажу данного актива, либо на покупку данного актива. То есть, берем в разворот. С большой вероятностью рынок работает в разворот. И все вот эти вот истории, про которые я говорю, и все торгуются, они только в разворот. Это прекрасно работает в диапазоне от 5 минут до 4 часов, но дерьмово работает выше 4 часов, то есть дневки и пошло-поехало. На минутках будет слишком много ложных, собственно говоря, сигналов. А ничего точного нет, и поэтому под каждым уровнем, под каждым всплеском от объема мы подразумеваем наличие какой-то ценовой области, которая равняется в превелах одной средней взвешенности свечи, то есть средней волатильности 20 пунктов и 30 пунктов и так далее. Как-то так это работает. Давайте еще сделаем на крайнях последний день, чтобы вы это все убедились, что это работает. Опять-таки, это можно делать бесконечно. Мне просто прикалывает, как это достаточно красиво используется. Здесь, конечно, есть какие-то фишки. Так, например, вот здесь. Если вы обратите внимание, у нас здесь есть момента некой волатильной вспышки, но также у нас здесь есть момента самого крупного объема. Вот что выделять здесь? Крупный объем или вспышку? Поскольку, если мы выделим и то, и то, если вы обратите внимание, у нас зона получается очень большая. Если зона у вас получается очень большая, можно, в принципе, этим пренебречь. Но желательно, конечно, в приоритете ее каким-то образом сжимать. Так, например, вот здесь. Я выделил самый крупный объем и некую вспышку объема. И это тоже, в принципе, довольно-таки неплохо работает. Опять-таки, рынок подходит к этой области. У нас формируется объем на подходе. Здесь, правда, не совсем очевидно, но тем не менее. Сюда идем вниз. Нижняя граница зоны стоимости. Опять у нас идет вспышка объема. Это работает. И работает довольно-таки неплохо. Во всяком случае, вы сегодня узнали, что такое объемные уровни. Я надеюсь, вам эта информация поможет зарабатывать миллионы долларов. Ну, а как заработаете, не забудьте со мной поделиться. Удачи вам!